здравствуйте библейском портале экзагет мы продолжаем чтение книг ветхого совета в сопоставлении с новым советом и в сопоставлении что принципиально важно с опытом богослужения православной церкви мы сегодня приступим к чтению по риме это отрывки из святого завета читаемые перед большими праздниками возьмем рождество христово первый из таких праздник нового года если брать новолетие по советскому календарю и такой ожидаемый и такой важный так вот возьмем из что читаем мы из книги пророка исаев так говорит господь и произойдет отрасль от корня и сеева и ветвь произрастет от корня его и печат на нем дух господень дух премудрости и разума дух совета и крепости дух ведения и благочестия и страхом господнем исполнится и будут судить не по взгляду очей своих и не по слуху ушей своих решать дела он будет судить бедных по правде и дела страдальцев земли решать поистине и же злом у своих поразит землю и духом у своих убьет нечестивого и будет припаяться ним чреслиго правда и припаяться ним бедра его истина тогда волк будет жить вместе с лягненком и барс будет лежать вместе с козленком и теленок и молодой лев и волк будут вместе и малое дитя будет водить их и корову будет постичь с медведицею и детеныши их будут лежать вместе и лев как волк будет есть солому и младенец будет играть над норою аспида и дитя протянет руку свою на гнездо змеи не буду делать зла и вреда на всей святой горе моей ибо земля будет наполнена ведением господа как воды наполняют море и будет в тот день корню и севу который станет как знамя для народов обратятся язычники и покой его будет слава обратятся язычники говорит пророк то есть все человечество обретет истину знание бога наполнен землю землю как вода наполняет море какой образ удивительный то есть очевидное присутствие бога пророчествует исаи и это очевидное присутствие бога и есть рождение младенца христа которые празднуем и в тот вечер и следующий день рождества христова и из книг ветхого завета читаются многие вот еще один отрывок читаем из пророчества даниилова сказал даниил нам гадоносору тебе царь было такое видение вот какой-то большой истукан огромный был этот истукан и чрезвычайном блеске стоял он перед тобой и сразу был вид его у этого истукана голова была и чистого золота грудь его и руки его и серебра чрева его и бедра его медные голени его железные ноги его частью железные частью глиняные ты видел его доколе камень не оторвался от горы без содействия рук ударил и выстукана в железные глиняные ноги его и разбил их тогда все вместе раздробилось железо глина медь серебро и золото и сделались как прах на летний гумных и ветер унес их и следа не осталось от них а камень разбивший истукана сделался великую горою и наполнил всю землю вот сон очень интересно пророчество даниила такое странное такое какое-то трудно понимаемое оказывается очень важным для свидетельство христе в богослужении сейчас мы еще продолжим строчки из даниила бог небесный воздвигнет царство которое вовеки не разрушится и царство это не будет и передано другому народу оно сокрушит и разрушит все царства и само будет стоять вечно так как ты видел что камень отторгнут был от горы не руками и раздробил железо медь глина серебро и золото великий бог дал знать царю что будет после чего и верен этот сон и точно истолкование его мы с вами говорили о эрмосах о строчках из ветхого совета которыми предваряются чтение тропарей канона то есть от богослужебного текста посвященного тому или другому святому или празднику канон читается наутрии так вот один из армазов камень нерукосечный отнесекомые городы горы такие слова произносятся эти слова указывают на христа камень отсеченный не руками от горы которая никем не рассекалась такой вот образ рождение христа вот девы который была и осталась девой в своем рождении младенца и он как камень который разбил царство идолов демонов царство сатаны который одолевал человека смертью и грехом разбивает этот камень от несекомый то есть от неповрежденной горы и о котором еще говорит камень который отвергли строителей который стал главой угла так говорит писание о христе то есть камень на котором стоит истина и жизнь церкви так пророчество даниила казалось бы такое странное видение конкретно исполняется явлением христа в мир и для того и было но когда-то написано сохранилась памяти народа не просто чтобы напомнить там о устрашении царю на бахта носору но о том чтобы на упа указать на совершающееся будущее важно что вот это будущее которым победа истины над злом уже совершилась она уже как бы сказать осуществилась явлением христа хотя мы знаем зло по-прежнему одолевает людей смерть по-прежнему еще побеждает по видимости но в то же время присутствие христа это уже победа над смертью при общении к их ко христу это уже торжество добра над злом мы все время участвуем в этом борении жизни над смертью бога над сатаною и помните слова которые мечта у достоевского в мире дьявол с богом борется и поле битвы сердца людей поле битвы сердца людей на чью сторону станет человек тот и победит в его сердце и поэтому побеждающий богом он уже обретает в себе начало бессмертия и торжества жизни так что пророчество исаи или пророчество пророка даниила оказывается не мечтанием на исполнением событий вот еще одно пророчество это из пророка иеремии читаемый перед рушеством и соответственно указывающие на христа сей есть бог наш и никто другой не сравнится с ним он нашел все пути премудрости и даровал ее рабу своему иакову и возлюбленному своему израилю после того он явился на земле и обращался между людьми вот книга заповеди божьих и закон пребывающий во век все держащиеся ее будут жить и оставляющие умрут обратись иаков и возьми ее ходи при сиянии свет ее не отдавай другому славы твоей и полезного для тебя чужому народу счастливы мы израиль что знаем что благоугодно богу новый израиль церковь живет именно этим знанием знание бога это именно вхождение в его жизнь и ничто иное отсюда и вхождение в жизнь вечную у пророка даниила если помните было сказано о царстве которая устоит и не поколебрится так с чего начинается литургия благословенно царство отца и сына и святаго духа признать священник пред престолом когда начинается это великое таинство это этим словами констатируется факт и осуществляемого то царство божие в приобщении человека через тело и кровь христову к жизни бога все пророчества становится реальность и вот это очень настойчиво утверждается чтениями прими перед большими праздниками например еще одно пророчество из исаи младенец родился нам сын дан нам владычество на раменах его и нарекут имя ему чудный советник бог крепкий отец вечности князь мира умножению владычество его и мира нет предела на престоле давида и в царстве его чтобы ему утвердить его и укрепить его судом и правдой отныне и до века ревность господа саваофа заделает это как осуществленным говорит нам пророк эти слова при расшествии христовом или вот на праздник обрезание господня читается из книги притчи человек из книги притчи то место которое сами как уже обсуждали когда мы в которой мы видим что премудрость божия это олицетворяется в личности сына божьего христа иисуса господь имел меня началом пути своего прежде создание своих из кони от века я помазана от начала прежде бытиями земли я родилась когда еще не существовали бездны когда еще и не было источников обильных водою это читается приобрезание то отведение когда спасителю христу восемь дней это собственно продолжение праздника рождества это вот несколько недель которые мы называем днями богоявления явление бога воочию явления и я родилась когда еще не существовали бездны у рождающимся младенца удостоверяется что он есть премудрость божия логос бог слова которые со вечно отцу я взялась прежде нежели водружены были горы прежде холмов когда еще он не сотворил ни земли нет ни полей неначальных плинок вселенной когда он уготовлял небеса я была там когда он проводил круговую черту по лицу бездны когда утверждал вверху облака когда укреплял источники бездны когда давал море устав чтобы воды не приступали пределов его когда полагал основание земли тогда я была при нем художницею и было радостью всякий день веселясь пред лицем его во все время эта книга притч 8 глава во первых можно даже не во первых именно очень обращает на себя внимание красота этого текста вообще библия исключительно красивая литература и конечно мы читаем по-русски мы к сожалению не читаем на древнееврейском языке который наверняка выразительнее передает нам эту поэзию библейских текстов но как всякая совершенная литература так и книги библии они своим таким поэтическим совершенством удостоверяют истинность сказанного не только так сказать осведомляют нас том или другом но дают как бы сказать переживание величия и истинности события например еще одно чтение из книги притч на праздник обрезание господне уста праведника источают мудрость а язык завредный отсечется уста праведного знают благоприятное а уста нечестивых развращенное неверные весы мерзость пред господом но правильный вес угоден ему придет гордость придет и посрамление но со смиренными мудрость праведник умирая оставляет сожаление но внезапно и радостно бывает погибель нечестивых не поможет богатство в день гнева правда же спасет от смерти правда спасет от смерти быть вот что обещает ветхозаветная премудрость еще задолго-задолго до того когда мы узнаем о победы над смертью христа спасителя который есть сама истина вникая в книги священного писания человек уже в древней ветхозаветной истории насыщался такой уверенность ну и надежды он жил не без так сказать не безнадежно знаю что всему придет гибель как любой другой человек в языческом мире египтяне жили ожиданием смерти и то посмертное существование было для них так сказать основным для чего общение так сказать беспокоились на этой земле круговращение времен было таким скептическим мировоззрением древних греков лучше быть последним рабом живым на земле чем ахиллесом воиде все гибель на все невозвратимо все в конце концов тщетно вот что констатировал древний мир во всех опытах всех народов кроме того что знали древние иудеи если были верны своему богу и это знание свое запечатлели в книгах ветхого завета продолжим и дальше из этих книг следующий раз до встречи внеси свой вклад оцени подпишись и поделись этим видео и